Ну вот, братцы, довели. Серег, вырежу это. Ну вот, братцы, добрались мы до места обзора нашего Хавейла F7. Таким чистым давно не был. Special for you. В общем, приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Я ни в коем случае не планирую ее рекламировать, рекомендовать. Я просто купил этот автомобиль, я решил попробовать китайский автопром и поделюсь с вами своими впечатлениями. Вот на сегодняшний момент еще раз 17 тысяч километров пробега. Есть положительные стороны, есть стороны, которые прям нравятся. Есть отрицательные, есть непонятки. Все расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok У нас предмаксимальная комплектация. На самом деле, надо было брать максималку. Теперь уже ничего не поделаешь. На тот момент, когда мы ее приобретали, еще раз приобретали автомобиль супруги, и мы, значит, по возможности попробовали там у знакомых, у друзей покататься на разного рода китайцах, ну, Хавейлах конкретно. У кого-то был Джолин, у кого-то какие-то другие. И, в общем, попробовали. И там, где были максималки, Тань поехала, говорит, блин, полосу все пищит, здесь все пищит, тут все пищит. Вот этот писк, это вообще просто что-то с чем? Как бы бесит, раздражает. Вот не хочу вот эти вот все, там, системы торможения, офигения. Хочу сама как бы управлять, контролировать. Значит, машина в целом, в целом понравилась. Плюсы есть. Один из основных то, что из нее не делают москвич. Серега, это тоже, наверное, вырежет. Машинка очень легкая, очень маневренная. Очень хорошо рулится, очень быстро разгоняется. Скорость набирается шикарно. Скорость не ощущается. Едешь, шумовка хорошая. На педаль резкого такого, как раньше, помните, на BMW или еще на каких-то марках, был такой понятие, такой кикдаун. Кикдауна здесь нет. То есть там нет кнопки под педалью, естественно. И где-то километров, ну, наверное, до 120-130 она прям очень бодро набирает, очень бодро разгоняется. То есть прям потихонечку нажал на педаль, она прям полетела. Очень легко управлять. Скорость практически не ощущается. То есть ты едешь одной рукой. Дальше нажимаем в пол. Мотор ревет. Набираем там 150-160, там не особо принципиально. Все то же самое. То есть управление очень легкое. Мы едем там по сервисам. Спорости нет. Значит, дальше, уже на более высоких скоростях, подрыва нет. То есть если ты выходишь на обгон, например, на скорости 140-150, то ты, ну, понимаешь, планируешь, что да, она будет набирать, но будет набирать достаточно медленно. То есть резкого такого рывка, вот именно эффекта кикдауна, от нее не дождетесь там на тех скоростях. На начальных можно. Мы брали, естественно, просто F7 версию, не F7X. F7X даже стоил дешевле, и даже там нам по акции предлагали какую-то там синюю машину была у дилера автоспидцентр. Мы сказали спасибо, не надо. В общем, взяли белую. Взяли F обычный, естественно, из-за багажника, так как семья большая, и терять там какой-то там минимальный объем багажника, смысла никакого, резона никакого нет. Поэтому, естественно, F7. Что сказать? Ну, багажник достаточно вместительный. Нельзя сказать, что он прям ого-го какой, да? Нельзя его там сравнить с багажником какого-нибудь Сорентика. Ну, что логично, это кроссовер, но в то же самое время достаточно вместительный. Вот здесь у меня на данный момент лежит детское сидение в разложенном варианте. Шторка эта легко снимается, все как обычно здесь нажатием, да, простым. Вот так вот сдвигается, вытаскивается простым нажатием. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Превращаются брюки. Вот, чертый, элегантный. Простите, маленькая техническая неувязка. Соответственно, складываются сидения. Все как обычно, две трети. Одна треть, да? Значит, в целом, если при желании что-то такое габаритное перевезти, я думаю, можно. Но сильно габаритные грузы мы перевозить здесь не планируем. Так как у нас есть пикап. Пойер. Дополнительно был установлен оригинальный фаркоп. Есть информация о том, что на китайцев там что-то не согласовано, не сертифицировано. Если ты поедешь с фаркопом, тебя остановят. И сразу тебе скажут там, ай-яй-яй. Я езжу в основном на Пойере с фаркопом. Останавливали много раз, ай-яй-яй никто не говорил. Принцип вопросов лишних вообще никто никаких не задавал. Документ проверили, поехал. Здесь у нас камера заднего вида. Здесь у нас парктроники. Информационная составляющая, вот то, что касается состояния вокруг автомобиля, шикарная. На самом деле я потихоньку-потихоньку, но отвыкаю смотреть в зеркала. Наверное, зря. Надо все-таки контролировать. Но смотреть назад просто через заднее стекло на этой машине неудобно, потому что здесь стеклышко, ну, как бы выше, и оно совсем маленькое такое. Из салона, когда ты голову поворачиваешь, там практически ничего не увидишь. По зеркалам, ну, естественно, кидаешь. Быстренько взор направо-налево. Но основной камеры. В общем, с этой точки зрения здесь все очень хорошо. То есть они здесь 360 на двух зеркалах. В передней части вот на решетке на черной. И сзади я вам под номером только что показал. Установлены камеры, поэтому круговой обзор по автомобилю есть. Все, картинка очень хорошая. Мне картинка нравится на мониторе. Прямо все очень четко, очень оперативно. Ну, все, как бы проблем никаких нет. Наполнение у машины вообще в целом прикольное. Значит, в этой предмаксимальной комплектации все. Начинаю вот без ключевого доступа. Работает, работает достаточно четко. В большинстве случаев, то есть, ну, бывают какие-то вот иногда такие так сбойщики. А так вот в целом всегда все работает. То есть ключ не нужен. Электропривод зеркал, само собой. Ну, здесь у нас центральный замок управления. Здесь у нас джойстик управления зеркалами. Здесь стеклоподъемники. Отделка внутри салона, сразу поговорим об этом, да? Она на самом деле, ну, без сильной такой претензии. Но она, нельзя сказать, что она некачественная. Она нормальная. То есть, ну, во-первых, удобно реально моется, протирается, чистится. Кожаный салон здесь, да, у нас. Панелька. Ну, такая она, конечно, там пылесборничек. Естественно, там все всегда есть. Но взял тряпочку, протер, ничего страшного. Но прикольное зеркало, мне очень нравится. Вот именно просто эстетически, как оно выполнено. Вот здесь вот у нас такие уже почти самолетные фишки. Значит, шторка. Наверное, надо завести, что ли? Посмотрим. Да, надо завести. Давайте-ка заведем, братцы. Так. Завели. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас шторка. Соответственно, панорамная крыша. Люк открывается в два положения. То есть, его можно просто поднять вверх. И можно на любую какую-то удобную длину открыть. Ну, вот это его максималка. Есть зеркальце. Здесь у нас тоже есть зеркальце. Здесь зеркальце с подсветкой. Как лучше в домах Лондона. Здесь у водителя без. Так, ну это все ерунда. Самое прикольное. И давайте вообще сразу, кстати говоря, поговорим о некоторых вопросах. Есть такое мнение бытует, что в китайцах мало места. Такое себе мнение. Места здесь достаточно. Ну, может быть, совсем крупным русским. Здесь, может быть, и не совсем удобно. Но среднестатистическому гражданину места вполне хватает. Что спереди, что сзади, кстати говоря. Потому что сзади диван вообще шикардосный. И место для пассажиров, для ног и так далее. Здесь просто, не знаю, что с ним делать. Вот я сижу, у меня 180, у вас тут браться. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот у меня стоят ноги. Вот стоят колени. Это я сижу сам за собой. То есть сейчас у меня вот это сидение выставлено под меня. Значит, здесь у нас есть подогревы для задних пассажиров. Здесь вот такой вот у нас замечательный подлокотник с подстаканниками. Можно поставить. Значит, три подголовника для пассажиров заднего ряда. Управление стеклоподъемниками. Вот там вот какие динамички. Здесь, соответственно, динамики. Звука, кстати говоря, тоже более чем хватает. Никаких претензий в этом отношении к автомобилю нет. Значит, давайте дальше разбираться. Здесь у нас корректор фар. Здесь у нас помощь при спуске. Значит, здесь у нас вот такой вот шикарный экран здоровый, который достаточно информативно нас обо всем информирует. Ну, естественно, здесь бардачок. Не буду открывать там бардак. Здесь у нас беспроводная зарядка. То есть если мы сюда кладем телефон свой, он просто автоматически заряжается. Вот таким вот образом. Положили. И все. И заряжается. Значит, ну, здесь у нас вот такой вот Серега, вырежи это. Прикольный, как правильно назвать, рычаг переключения, да? Джойстик. Джойстик, наверное, уже в современном мире. Удобный. Быстро привыкаешь. Все понятно, интуитивно. Все четко. С этой кнопочкой мы выходим на паркинг. Это у нас электронный ручник. Мы его скидываем. Это автохолк. На этой машине не особо пользуемся. Та не любят. А на своей, на Пойре, я прям без него жить не могу. Так, дальше. Здесь у нас есть USB разъемы. И вот там есть 12-вольтовая розетка. Тоже долгое время. Сначала-то мы знали. Нам менеджер показывал в салоне. Потом мы об этом забыли. И какое-то время считали, что у нас нет USB разъемов. Потом нашли. Вечером они подсвечиваются. И мы вечером как-то подходили, дверь открыли. Я говорю, ну-ка, ну-ка, ну-ка отсюда. Видно, смотри. Я говорю, там внизу. Еще целая полка и целая. Мы даже этого не знаем. Так. Дальше. Рулевое колесо. Рулевое колесо здесь приятно, удобно. Рулится хорошо. Вот эта вот прямая штука, она немножко смущает. Ну, то есть, когда ты делаешь полный, да, там поворот на нее приходишь. Ну, как-то не особо привычно. Все-таки больше понятно, когда оно полностью круглое, да, и нет никаких вот этих вот затыков. Но вопрос привычки. Значит, здесь тоже все достаточно удобно, понятно, интуитивно. Расположено все кнопочки. Но нет к ним тоже претензий. Все они достаточно четкие, такие мягенькие, приятные. Ничего в машине не скрипит, не хрустит, не брымчит. Ничего такого не происходит. Пластик, вот это тут, да, вот там какие-то шумы. Ну, вообще тут не пластика, а какая-то вот мягкая такая хрень. В общем, короче говоря, здесь все прям супер. Вот этот материал, ну, типа там кожа. Эко-кожа. Я не знаю, что это, эко-кожа, каучук, резина. Запаха особо нет. То есть, ну, первое время, вот когда машина новая, что-то еще там есть какой-то намек. А потом, в дальнейшем, вообще ничего. То есть, не воняет. Значит, мы заводим машину. Сразу уходим сюда на панель. Здесь вам тоже все должно быть на сегодняшний день уже, наверное, всем все понятно. Значит, ну, понятно, локальные медиа. Уходим, допустим, здесь у нас Bluetooth, Audio, там, Video. Ну, Video, понятно, да? Вот это USB-видео. Хотя надо попробовать, но что-то мы как-то попробовали что-то загрузить. По-моему, кино оно не показывает. Значит, что, ребят, сразу бесит? Вот мы не будем делить обзор на вот эти вот критерии, что нравится, что не нравится, что, ну, там, в начале или в конце. Это сначала положительное, потом отрицательное. Все в кучу, короче говоря. Значит, бесит вот то, что всегда включается радио. Вот ты заглушил машину, ушел, забыл. Допустим, ты разговаривал по телефону, и там через консфри было, допустим, плохо слышно собеседника, ты сделал погромче. Ты там поставил какую-то громкость там на предмаксимальную. Поговорил, там заглушил тачку, пошел. И вот ты возвращаешься, ты заводишь машину, и в этот момент включается всегда магнитола на той громкости, на которой ты ее оставил. Даже если ты ушел, например, на какой-нибудь там другой формат, то есть ты взял и вышел там на аудио через Bluetooth, вот вроде бы ничего не должно быть. Но я сейчас выключу тачку, заведу ее, и у меня опять включится это долбанное радио. Не верьте ему. Вот то, что он сейчас не включает, это все шляпа, это он на камеру просто позирует. А на самом деле, вот сейчас через какое-то время включит, или там при следующем включении-выключении включит, но он обязательно ее включит и включит на всю громкость. Что у нас есть? Давайте про наполнение, раз уж мы так начали. Бодренько об этом деле. Значит, у нас есть подогрев руля, подогрев, естественно, всех сидений. Есть вентиляция, я вам, кстати, с нее начал, да, про нее начал рассказывать, и убежал на это радио дурацкое. Ну и что, сейчас тоже не включишься? Значит, вот здесь есть кнопка подогрева. Сейчас мы выключим. Нажали на кнопку подогрева, посмотрели, попали сразу в меню. И вот здесь у нас есть обогрев лобового стекла. Ну, значит, это просто обдув у нас, да, как обычно, это рециркуляция. Еще раз ушли сюда. Значит, раздельный климат. И вот здесь у нас водительское сидение, пассажирское сидение. И здесь два, соответственно, варианта. Мы можем выбрать либо подогрев в красную зону, либо вентиляция в синюю зону. Ну, или выключить, если вам это не нужно. То же самое на сидении пассажира. Только у него, только подогрев. Вентиляция ему хрен, а не вентиляция. Вентиляция есть только водительского сидения. Возможно, в максималке это иначе. Но у нас предмаксимальная версия. Так, идем дальше. Значит, настройки автомобиля. Нет, на самом деле, на самом деле, вот есть управление режимом электроусилителя руля. Это круто. Я, кстати, выставлял его, да, я помню. Значит, настройка складного каллы, зеркал можно отрегулировать. Да, свет. Значит, это время задержки. Да, энергосбережение 10 минут. Потолочное освещение 10 секунд. Настройка режима проводим дня домой 60 секунд. Класс. Беспроводная зарядка. Это вот эта штука. Не выполнена. Ну, не выполнена, не выполнена. Не выполнена, значит, телефон не лежит здесь. Сейчас на данный момент ничего не споммутировано. Так, дальше. Ну, радиостанции все понятно. Apple CarPlay все понятно. Телефон все понятно. Ну, вот экранчик такой он. Touch. Достаточно Android Auto тоже. Все понятно. Добро. Значит, здесь у нас тоже вот эти все штучки, они функционируют, работают. То есть прямые, да, ну, быстрый, скажем так, переход, быстрое включение. Здесь все в порядке с этим. Дальше. Здесь у нас аварийка. Здесь у нас... Это что такое? Не помню. Эй. А, так, это понятно. Это выключение звука. Противо. Как эта хрень правильно называется? Ну-ка. Антипробуксовочная это или что? Хрен узнает. Так, это включение климата. Значит, эко. Эко. Это что, эконом режим? А, да, это эконом режим. Да, да. Это эконом режим. Отсюда включается. Дальше идем. Здесь у нас, ну, понятно, то, что касается вентилятора. Прекрасно. Значит, ну и все остальное здесь тоже дублируется. С помощью при спуске. Рециркуляция воздуха в салоне. На стекло. Обогрев. Подогревы. Отключение парктроника. Вот, кстати, парктроника можно включить. Вот таким образом его можно выключить. Но, если вы думаете, что это все, то это далеко не так, братцы. Самое интересное, вот мне лично, что понравилось, это именно вот этот монитор. Так, где у нас тут солнце, чтобы он не отсвечивал? А сейчас мы сделаем движняк. One minute later. Отпускаем и поехали. Или наоборот, я встал, будет отсвечивать. Да, я, кстати, балбес. Серега, вырежи это тоже. Two hours later. Отлично. Значит, смотрите, братцы. Здесь какая радость. Ну, во-первых, здесь, в принципе, достаточно все информативно. Смотрим, что у нас на этой панельке. Значит, вот там километраж B, время в пути. Это там за какой-то период. Вот таким образом можно вывести прям скорость. То есть она будет крупно, четко, да, не перепутаешь, как говорится. Давление в шинах. Запас хода. Мгновенный расход. Средний расход. На самом деле, вот сразу говоря, да, про расход топлива. 11 литров – это реально такая вот средняя золотая середина. Значит, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем, получается, двухлитровый 190 лошадиных сил мотор на постоянном полном приводе. 11 литров, ну, наверное, да. Но, интересно, что можно менять саму экранизацию вот этой панельки. То есть здесь можно выбирать себе спортивный, там, спортивный формат вот этой панели, да, можно там более классический и так далее, так далее. Все это очень достаточно приятно делается. Вот там на радио можно, вот опять же на телефон можно здесь же уйти. Можно посмотреть, какие там предупреждающие сигналы. Вот оно, управление скоростью, выбор темы. Уходим, например, на выбор темы. Ок. И вот смотрим, технологичный, модный, динамичный. Ну, допустим, ставим модный. Она хоп, панелечка. И вот, видите, смотрите, она хоп и меняется. Вот такой типа Хавел считает модный. Значит, пошли на технологичный, например. Хоп. Вот так будет выглядеть, да? Значит, ну, я выбрал себе динамичный. Мне как-то все-таки больше понятен. Так, и что самое еще тоже интересное. Сейчас вам покажу. Ну, давайте так, здесь бортовой компьютер. Язык можно выбрать. Ну, на заводские настройки посмотреть, когда следующий ты вот. То есть такая вот информация. Установка скорости, ограничитель, да, вот который у нас с вами срабатывает. Значит, с этим все понятно. Дальше мы можем выбрать режимы движения себе. Каким образом мы это делаем? Так, как мы тут меняем режим-то? Господи, как я тебя меняю? Ну, посмотрим, вот это эко, нормал. Ну, как-то мы включаем здесь спорт-режим, вашу мамашу. Спорт-режим. Где ты? Надо Таньку спросить. Нам был Таньку звать. На обзор. А не меня. И как-то это очень просто делалось. Я вот помню, прям раз, перещелкнул и погнал, как говорится. Звонок другу. Класс. Она меня скинула. Так, ребят, пока я тут туплю и думаю, как это делается. Значит, левая и правая ручка, ну, все как обычно, да, здесь у нас поворотники, здесь свет. У меня всегда стоит на авто. Соответственно, здесь у нас противотуманки. Лепестки подрулевые, переключение передач. Здесь у нас дворники. Ну, все-все-все стандартно. Задний дворник, передний дворник. В общем, стеклоочистители. Правильно, да, наверное, говорить? В общем, здесь ничего такого супер загадочного у нас нет. Здесь у нас показатели уровня топлива в баке. Здесь у нас температура. Здесь обороты. Шкала оборотов. Вот здесь температура за бортом. Здесь запас хода, видим сразу. И, соответственно, часы. Тахометр и скорость движения. А, вот оно что. Вот Танька подсказывает. Значок гор под монитором внизу. Дальше, начайно не нажал, но все подряд нажать, да и все. Вот, брат, смотрите, при включении спорт-режима, я вам о чем говорю. Вот, допустим, снежный режим есть. Кстати, все настройки, они реально работают. Потому что мы уже зиму проехали на этой машине. И реально, когда мы съезжаем на свою нечищенную грунтовку, то на снежном режиме прям абсолютно совсем другое поведение. Это грязевой режим. Сейчас будем пользоваться. Скоро у нас осень. Будем его включать. Песок. Нормальный режим. Это вот мы сейчас ездим на нем, да. И спорт-режим. Вот, спорт-режим. И видите, подсветочка вот здесь сразу, она как бы меняется. То есть, когда включаешь спорт и начинаешь топить. Ну, подрыв, конечно, у машины сразу меняется. То есть, она начинает прямо из-под себя выкидывать асфальт, выбивать. Не-не, на спорте прямо заметно. Заметно, на самом деле, меняется поведение. Она становится такая прямо подрывистая. И, соответственно, важный момент, что когда вы меняете вот эти переключения, почему мы не ездим постоянно на спорте? Потому что, например, на спорт-режиме не работает круиз тот же самый. То есть, ты не можешь включить, да. И поэтому, когда тебе надо ускориться, лучше спорт подоткнуть, прострелить, отключить. И там, допустим, раз, круизик, и пошел там свои 140. Так, дальше. Обдув. Обдув очень хороший. Вот здесь все, на самом деле, достаточно грамотно. Все достаточно по уму. Ну, я говорю, здесь есть обогрев лобового стекла. Вот, если вы присмотрите сейчас, вот здесь по всему стеклу идут вот такие вот полосочки. Я не знаю, их видно, не видно. Ну, дальше идем, дальше идем. Закроем-ка мы люк. Люк не закроется, пока мы не заведем тачку. Значит, чтобы закрыть люк, вот эту кнопку надо нажать два раза, и он автоматически дойдет. А вот, чтобы закрыть шторку, достаточно один раз нажать, и шторка поехала. Пороги, почти на пороге, Хавейл не подсвечивается. И очень зря мы Мерседес умыли как следует. У нас сухое лето, много пыли, много песка. И вот здесь у нас получается... Где здесь уплотнитель? А здесь его и нету. Ну, поэтому вот эти все части, вот здесь, когда ты по песку постоянно гоняешь, здесь все в песке. А в салоне, в багажнике, при этом реально чисто или нет. Соответственно, вот сюда оно, по бокам, оно прям проникает нормально. Свет шикарный. Свет, что ближний, что дальний. Прям шикарный. Он, во-первых, такой белый, яркий, прям клевый. Вот помню первое свое ощущение, когда мы ночью выехали из салона, поехали. Я прям на трассу уже вышел, там дальний. Думаю, ах, как я рад, что хороший такой свет. Значит, свет реально клевый. Зеркала заднего вида, обзор хороший. Баг, ну, такой себе на самом деле баг. У меня на дизельном поэре баг побольше. Я уже к нему бы, наверное, просто привык. А здесь так раз-раз-раз, там быстренько 400-е свой прокатил. И все, и опять на заправку. Эстетический автомобиль смотрится очень агрессивно, красиво. Но мне машина нравится. Вот когда я покупаю какую-то технику, я уже говорил, даже в предыдущих многих роликах, для меня очень важно, чтобы я вот к ней подошел и почувствовал, что оно мне подходит. Мне все равно, на самом деле, на отзывы и так далее, но вот я там, смотри, какой-нибудь пучеглазый такой там с круглыми фарками стоит, не будем называть. Может, он и прикольный, может, он и классный. Ну, вот прям не могу, ну, не сяду. Ну, как-то, ну, не то, что, ну, понятно, жизнь заставит, куда хочешь сядешь. Но суть не в этом, суть в том, что когда есть выбор, когда есть возможность, надо, чтобы вот легло. И вот этот автомобиль, он в мой вкус как бы попадает. Легло. Формы задних фонарей. Сам вот этот задний багажник. Вот в имперах вот эти фотофоты. Вообще, сама вся 19-й колеса у нее, ну, прям шикарно вписываются. Сзади, кстати, вот эта тренировочка, эта заводская, задние стекла. Ну, так, в целом, передок в морду. Посмотрите, какая агрессивная такая, прям она разрывает потоки, прямо разрывает, прорывается в них, летит. На самом деле, аэродинамика у тачки очень классная. И, ну, реально, вот при закрытых стеклах вообще шикардос. При открытом, кстати говоря, водительском, ну, я за водителей буду говорить, открываешь стекло, если там на лобовуху побрызгал или дождь идет, короче, на ручку все прям кап-кап-кап, вот это раздражает. Ну, раньше мы на жигах ставили расширители эти сверху, пластиковые. Сейчас вроде уже как-то не то. Ну, антикрыло вот это, оно уже, ну, сразу подчеркивает, она говорит, я прижимаю тебя к земле, я не дам тебе взлететь, ну, ты можешь взлететь. Ну, я тебя помогу, я тебя удержу. Ну, вот этот вот такой акулий плавник, антенна. Ну, молодцы, что сказать, молодцы. Здесь рейлинги, ну, не рейлинги, а, скажем так, посадочные места под креплением багажника закрыты. Все очень-очень грамотно. Чтобы закрыть машину, здесь надо понажимать вот на эту кнопочку. Вот все, она закрылась. Сложились зеркала, так как у меня это в настройках выставлено. Чтобы открыть, нужно подойти пару раз, так дернуть. Ну, может, один раз, я не знаю, я два всегда дергаю, нормально прокатывается. Все, пожалуйста. Welcome. Электропривод сидений. Здесь есть подкачечка. Кик. Ну, спинка так. Кик. Сдувается, надувается поясничная поддержка. Ну, здесь, соответственно, вот таким вот образом это все работает. На нашей максимальной комплектации все для водителя. Лайфхаков нет. Серег, вырезаем. В нашей предмаксимальной комплектации все, естественно, для водителя. У пассажира таких фишек нет. Что у нас дальше? Дальше, наверное, пора нам с вами, братцы, поговорить о чем? Поговорить о сервисе, да? Наверное, надо поговорить о сервисе. На ТО мы съездили. Что-то там в районе плюс-минус 11 тысяч рублей. Очень бюджетно. В сегодняшней жизни, я говорю, я в квадро, тематике на квадроцикл трошку сделать дороже. Значит, проблем каких-то в процессе эксплуатации не было. От слова совсем. То есть, вот, 17 тысяч. Залил, поехал, залил, поехал, съездил на ТО. И есть непонятки. И есть косяки. Непонятки. Это у меня есть пинок. Очень интересно, братцы, если кто из владельцев F7 посмотрит этот обзор, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас такой пинок. Значит, как это происходит? Нажимаешь на газ, разгоняешься. Едешь, едешь, все прекрасно. Потом резко отпускаешь газ. И, ну, где-то один из десяти, наверное. То есть, иногда ты просто его резко отпускаешь газ, и все плавно. А иногда резко отпускаешь такой пиночек. Мягкий, не грубый, не вот как вот металл об металл. Но вот такое вот увесья стоящее ощущение, что что-то вот в трансмиссии где-то. Такой дук. Дук. И вот этот пинок напрягает, потому что если бы он был стабилен, то было бы понятно, да? Если бы его не было, то тоже было бы понятно. А он то есть, то нет. Вот это такой непонятка, которая, возможно, в ближайшее время может перерасти в какой-то гарантийный, надеюсь, ремонт. И есть косяк. Косяк с рождения. Значит, мы, когда этот автомобиль приобрели, мы как доп. опцию заказали вот этот багажник электро. И, соответственно, из чего я исключаю возможность своего какого-то там участия в этом процессе. Вот здесь, видите, пластиковая вот эта вот штучка, где замок, да? Вот она имеет вот такую вот трещину. Она имеет вот такую вот трещину. И имеет она ее с самого начала. Мы когда купили, приехали домой, открыли там что-то грузить. И смотрим, вот здесь, хоп, пластик треснул. Ну, как неприятно. Значит, поехали, не поленились. В Москву для нас это 200 километров. Три с половиной часа в пути, как минимум, если пробок там на подъезде к столице не обнаружится. Доехали до дилера и оформили рекламацию. С тех пор нам сказали, ребята, мы вам позвоним. Че людей напрягать? Мы не звоним, ждем, когда нам позвонят. Вот полгода прошло. Ну, какого полгода? Мы купили в ноябре, сейчас у нас сентябрь. О, и сентябрь, октябрь на дворе уже через пару дней. Поэтому считайте сами, ни ответа, ни привета, ни звонка. Но сейчас какое-то время еще пройдет, я там в сторону Ленинградки намылюсь. Обязательно заскочу или позвоню ребятам предварительно, спрошу как. Ну, думаю, вряд ли. Дальше. Бак открывается таким простым нажатием. При постановке на центральный замок закрывается, не откроешь. Значит, про пинок я вам рассказал. Давайте под капот что ли заглянем? Я просто не заглядываю. Где тут он хоть открывается-то? Боже, что ты можешь, ты. Кто же это придумал-то? А это что за кнопка? Интересно. О, вот кнопка открывания багажника. О! Не знал о ней. Прикольно. Так, интересно, а Танька знает? А если... О! О! Цей уровень! Вот что значит обзор. Обзор крайне позитивная штука. Много нового узнаешь. Так, здесь у нас регулировка руля. Руль у нас по высоте и по вылету, насколько я помню. Регулируется. Регулируешь? Да. Пожалуйста, по вылету. Вот так вот работает. И по высоте. Так, потом выставлю. Значит, так. Теперь осталось найти, как капот открывается в этой тачке. А, ну вот же она кнопка-то. Господи. Наберут по объявлению обзорщиков. Так. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас, слава богу. Слава богу, здесь у нас нет никакой кочерги. Здесь у нас вот такие вот аморты. Все держит, все прекрасно. Ну, что здесь смотреть? Мотор. Ну, пожалуйста. Красный антифриз. Незамерзайка. Вот единственная причина, чтобы открыть подкапотное пространство, это незамерзайку глянусь. Давай посмотрим. Тормозуха в уровне. В уровне. Все прекрасно. Здесь, я так понимаю, вот он живет аккумулятор. Здесь блок с предохранителями. Воздухан. Все достаточно так приятно, прилично упаковано. Симпатично. Ну, что еще сказать? Симпатично. Так все работает. Слава богу. А, собственно говоря, в работающий механизм лезть никогда не нужно лишний раз. Закрываем. Ну, вот это вот красная приблуда. Это, ребята, вы не обращайте внимания. Все, кому чувствую прекрасного, не чуждо. Я жене говорил. Я говорю, слушай, ну что ты делаешь? Я вот поставил себе регистратор. Маленький. Черненький. Незаметненький. В общем, что это за лепеха на лобовом стекле? Спокойно. Мне нравится. Ну, нравится. Братцы, помогайте на самом деле. Вот, кстати говоря, когда я делал обзор на Poyer, вы мне очень-очень помогли своими комментариями. Потому что вы реально написали, сформулировали те вопросы, которые вам интересны под роликом. И, исходя из этого, я вот обещал, что на 50 тысячах пробега я сделаю на Poyer обзор. Да, и потом на 100 тысячах. И вот, когда я к полтинчику подойду, я, конечно, буду ориентироваться на ваши вопросы в комментариях. И буду готовиться к ним. Потому что, если вы просите что-то на ходу или там какие-то еще показатели, то это нужно иметь время, иметь возможность. Соответственно, если по этому автомобилю вас что-то интересует, что-то конкретное, о чем я не рассказал, напишите в комментах, я обязательно сделаю. Так, ну, на этом все. Резуме. Я машиной доволен. Жена машины довольна. Довольно. По пятибалльной шкале, ну, наверное, 4.8 я где-то где-то поставил. Потому что тут есть какие-то маленькие такие нюансики, которые, ну, я вам рассказал о них, да, вот этот пиночек, еще там что-то, которые слегонца смущают. Это уже не китайская подделка, братцы. Это настоящий Китай. Это не китайцы, которые были в начале 2000-х годов. Это уже совсем другие поколения. Это уже совсем другие автомобили. Поэтому, если вы меня спросите, как бы, стоит ли бояться или не стоит. Да нет, конечно, не стоит. Вообще, не стоит бояться густого тумана, не стоит бояться пустого кармана, не стоит бояться не топив болотный, что-то та-та-та-та-та-та-та-та. Дальше забыл я. В общем, умеете всем страхом в глаза рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться. На этой ноте заканчиваем наш обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно свои лайки, пишите комментарии, пишите вопросы. Подписывайтесь на наш второй канал. У нас два канала техника для гравит... Вырежи этот серый. Ну, ты сегодня... в этот раз ты повырезаешь, да? Значит, у нас два канала техника без границ и канал Мотокурс, YouTube-канал. Подписывайтесь. До новых встреч. Во-во-во, вот сел, и оно врубилось, это радио, в этот раз. Да, правильно, потому что я поставил, да? Мы закрывали, открывали дверь с вами, и вот после этого я включаю, у меня хоп-радио врубается. Ну, вот и где, собственно говоря. Вот, если у нас включается камера, то выключить мы сейчас вот отсюда, что-то сделать тише, громче, мы ничего не можем. У нас работает камера, и все. Это долбанное радио, что-то там говорит. И вот, чтобы что-то поменять, нам надо... Допустим, остановимся, мы сейчас выключить парктроник. Ну, или отключить механический вот так парктроник, и после этого нажать так только вот паузу, например, или там уйти в какие-нибудь локальные медиа, чтобы это радио у нас... О, опять включилось. Паразитка. Вот, я говорю, вот оно постоянно включается. Вот ушли сюда, например. И поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok